Привет, мой маленький любитель экстремизма! Я это видео снял где-то месяца два назад. Оно было снято аж в начале сентября, и оно только сейчас выходит. Я безумно рад, что руки доросли до этого видоса. Давно не было покатушек, и это мой первый раз, когда я снимаю обзор на скейт-парк. Я надеюсь, ты помнишь про промокод на скидку в магазине Хэлрай, что он всегда в описании, и он всегда актуальный, там его автоматически меняют. Ну а также ссылка на мою барахолку личную, где я продаю проверенные детали. Мои личные, либо же лично мной проверенные. Вот такого просто качества, и зачастую почти новые, потому что мне так интереснее. Короче, также там есть мой ВК, вообще всё на свете там есть, вот. Подписывайтесь. Короче, добрый вечер, в смысле утро, я не знаю, когда вы смотрите это видео, но у нас построили новую плазу, и сегодня, по идее, должен быть то ли контест, то ли что, но, по крайней мере, я точно сниму обзор на эту плазу. Спартак плаза называется она, находится она в городе Звенигород, можете приехать сюда покататься, вот. Офигенно классная, красивая плаза. Насчёт качества и исполнения, мы ещё не смотрели близко. Короче, смотрите дальше. Кстати, не забываю использовать мой промокод в магазине Холорайт, я автоматически меняю описание, так что актуальный промокод всегда в описании, чекай, вся информация и ссылки там. У нас сегодня Саша, это, ну, блядь, вы все его по-любому помните, он себе тоже купил баттер, потому что его астек благополучно сломалась. Здесь живёт какие-то ребята, какие-то BMX-еры, которых я не знаю, собственно. Суть видоса у нас сегодня в том, чтобы обозреть этот скейт-парк, обозреть, есть куча вопросов к нему. Изначально он выглядит очень красиво, классно. Офигеть! Короче, у нас даже полированные вот эти вот скаты, квадтеров, они идеально ровные, стыков вообще нету, всё супер. Копинги чёткие, везде ровные, всё классно. Вот, если что, их логотип, а это вот они застроили этот скейт-парк, парки про. Я даже не знаю, что это, впервые вижу. Извини, пожалуйста, меня. Но всё-таки под стыком, как бы всё хорошо не было, встречаются косяки типа вот таких. Они слишком резкие перепады. Эти косяки есть и вот тут вот, и даже вот тут. И когда ты заезжаешь вот так вот, ты чувствуешь этот стык, и тебе неприятно. Я лично считаю, что вот этого, бля, не должно быть. Мне лично это не нравится. Возможно, это как бы стандарт строительства, но это неудобно. Поймал тебя на мысли, что я что-то очень сильно засираю, блин, скейт-парк. Ну, посмотрите, в чём прикол. Мы как только нашли какие-то некоторые косяки, там прям в скейт-парке владелец, оказывается, был. Вот, мы с ним поговорили. И нам сразу же, во-первых, бахнули две перила крутых. Одна ровная, одна полукруглая. Позже в видосе увидите. Очень крутые, прям понравились. Вообще невозможно. Вот прям две лучших перила, пожалуй, во всей Московской области, которые именно флэтовые. Вот, и в принципе, ребята хорошие, отзывчивые. Я думаю, что доверя таким стоит, да, почему бы и нет. Уважаемые правительства Москвы или вообще кто угодно там из правительства, кто будет смотреть этот обзор на вот этого подрядчика. Это же так именно называется? Не знаю. Я хоть и крутой 3D-дизигнер, вот мои работы, я вообще молодец, считаю, очень классный я. Но проблема остается в том, что я все же не архитектор, и мое мнение учитывать не стоит как авторитетное. Так что это вот сейчас к школьникам, к взрослым дядникам, которые вкладывают бабки в строительство таких объектов. Имейте в виду, что я просто благодарен тому, что у нас есть классный скейт-парк. Офигеть. Короче, это Данечка, если что. Он самый крутой самокатер, наверное, у нас во всем скейт-парке. И ему, по-моему, лет 10, я не знаю, лет 12, может. Короче, следовательно, дальше следующий плюс. Это вот эти железные заборы, они очень крутые и прочные. Следующий косяк, здесь утоплен стык. То есть, если будешь делать лип по вот этой вот наклонке, у тебя великий шанс просто сюда воткнуться. Потому что здесь бетон, и это неудобно, и это не круто. А так, в целом, остальные все копинги вообще супер-пупер крутые. Даже вот этот стык. Вот этот стык. Он нормальный. Вот я его показываю. Здесь все четко вообще. Даже переход очень плавный. Радиусы просто идеальные. Вот вам даже Даня показал. Даня, скажи, пожалуйста, удобно летать в этих квадрах? Ну да, в том числе. Вот мне показалось, что прям он очень классно выкидывает веер. Именно веер. И при этом можно даже сделать какой-нибудь стол. Там типа лип, фибл, я не знаю. Вот прям идеальный квадр. Мне он очень нравится. К квадрам вопросов нет. Квадрам. Охуеть. Сейчас сделаем. Просто уйди туда, пожалуйста. Мы катаемся в этой платье уже около часа. Вот эта вот, она крайне бессмысленная. Она очень резкая. Как только ты пытаешься на нее заехать, ты вот так втыкаешься, втыкаешься. И в теории отсюда можно даже было бы вылить вон сюда, вплоскать. Типа вот так вот, бум, и все. Но из-за вот этого стыка дебильного, из-за того, что она короткая и очень резкая, ты не можешь долететь до туда. В этом вся проблема. Мне очень нравятся уголки подобного типа, но я не могу на нем делать трюки. И мне это очень расстраивает. Вот эта вот штука очень сильно понравилась. Здесь можно делать какие-нибудь трюки. Прям вот очень классно вылетать сюда, приземляться, не больно, не страшно. И что говоришь? Клеп крутой, я на него подписан. Красава. Копинги вообще супер, мне прям понравились. Они вообще идеально ровные. Короче, на них поскользить, на них делать столы, прямо одно удовольствие, прям честно скажу. Повторяю, 10 раз уже квадра здесь лучше, чем в каком-либо парке. По ровности вообще вопрос. Даже в Урами я катался, там были небольшие волны на больших квадрах. Здесь большой квадр ровнее, чем любой, наверное, квадр в нашей стране. Курилы. Очень прикольные, но они низкие. Они вот буквально 10 метров 30 от земли. Здесь еще меньше. Меня это не устраивает. Я хочу скользить на перилах выше. Особенно вот под таким углом, ты на нее фиг запрыгнешь, когда едешь вот так вот и хочешь ее взять вверх. Возникают проблемы. Возникает проблемы. у нас а у тебя другие джинсы мы просто одинаковые джинсы купили вот так у него с акулой у него с акулой да а у меня суприн и волосатый песок это наш район вопросы вопросы только через нас тут решаются мы управляем этим скейтпаком кстати я это вырежу потому что могут быть вопросы это вообще какой-то бокс не до бокс который уходит вот так вот нет что ты говоришь я обзор на парк снимают короче конем не поскользить ничего я я даже не зачем он тут нужен я больше уверен на все будете на нем кстати говоря уже все сидят еще у тех кто делает проект наблюдается явная биполярка гладкий стык негладкий стык снова негладкий стык очень острый снова острый тут точно так же а вот здесь уже почему-то он гладкий хотя на той стороне он как раз таки острый знаете даже несмотря на большинство косяков этой плазы она мне все равно нравится мне в ней кататься приятно и пролетов много всяких гэпов сейчас я вам хочу даже покажу раз пролет отсюда до сюда и обратно точно так же можно прыгнуть кстати не понимаю почему здесь нет кинковый перила она бы сюда отлично вписалась потому что на кинку обычно разгон берут вот так вот как раз они вот так вот а именно вот так и здесь блин просто она могла быть я уверен на 100 процент чтобы она здесь была в проекте но ее просто не реализовали почему-то еще пролет отсюда до сюда уже ставили прыгнул если сильно захотеть вот отсюда туда а вот отсюда вот сюда уже нельзя будет да сожалению можно было бы отсюда прям сразу на перила но это очень опасно кстати были просто бешеный вот оттуда прямо туда и прям супер савелий сейчас берет делает power slide отсюда что-то отлетает и летит где вот вот дырочки и до куски крови сюда упали офигеть уже заканчивается она как минимум должна быть вот досюда вот эта часть продолжить короче нам рассказали что техническое задание у этого парка было таково чтобы сделать его в принципе пригодным просто для детей и все максимум свободного пространства есть вот-вот-вот вот эта плоскость как раз то о чем говорится я не знаю тогда зачем было строить перилы и горки если ну просто может плоскать залить сделают короче вот тут перила нормальную надеюсь что таким в принципе не будет партнер у нас уже прошла ровная неделя с момент открытия поставить правила информации и так далее супер важная вещь и все что здесь написано мне это нравится это классно спасибо большое будет куда потыкать всяких мам и пап которые просто мешают процессу катания и все это вообще великолепно вот собственно вот те самые перила которых я говорил вот закругленная и еще есть одна прямая потрясающая квотера насчет кутеров я очень сильно будет сделать брайк скат но здесь мне не страшно приземляться может я знаю что котором я поймали да я его не сделал ну в будущем обязательно доберу вот сейчас будут трюки на нашей прямой периле она у нас двухуровневая разновысота по моему где-то 40 сантиметров высота 1 высокой и нижняя по моему 20 если я ничего не путаю я утверждал эти самые перилы мне ими написали по поводу них спрашивали какие они должны быть и получается по факту вот мы с савелием как раз таки и определили будущее нашего скейт-парк очень понравилось спасибо большое дяденькам который на вот все сделали вы спасибо большое за скейт-парк нам на самом деле очень приятно вот за такой подгон мы долго 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 хотели большую какую-нибудь крутую красивую плату чтобы нам не видеть в москву просто в москву ездить ну очень далеко получается часа два надо минимум чтобы добраться до какого-нибудь крутого парка и покататься ну вот например у цска здесь же уже где-то минут 15 надо мне ехать на самокате на обычном